Боссы учебной мафии. Директора техникума в Бурятии пилят деньги и избавляются от свидетелей. Об этом пишет издание номер один. По данным статистики, за 2016 год директора техникума в колледже и школах и прочих образовательных учреждений порой получают больше, чем республиканские политики высшего уровня. Самый бедный руководитель среднепрофессионального учебного учреждения получает 69 тысяч рублей. Самые богатые 200 тысяч. За отдельные, чаще всего летние месяцы, некоторые предприимчивые начальники получают до 500 тысяч рублей. При этом рядовые сотрудники получают мало из-за несправедливости и низких зарплат. Только в техникуме, пищевой и перерабатывающей промышленности только в прошлом году уволилось более 50 преподавателей. Ищут своих настоящих спасателей. Пострадавшие в ДТП в Забайкале уверяют, что первую помощь им оказали мимо проезжающие дальнобойщики, пишет информполис. По словам пострадавшей Тамары Ташматовой, водители бросили свои машины с дорогим грузом и побежали к ним на помощь. Не знаю точно, сколько их было. Они поставили машины так, чтобы светить фарами вниз. И тоже побежали помогать вытаскивать людей. Дай бог здоровья этим парням и дальнобойщикам. Это они нас спасли. После происшествия я попросила отдел пропаганды по Забайкальскому краю поставить на этом месте пункт МЧС. Но мне сказали, что все нормально. Дескать, служба МЧС прибыла через 11 минут после ДТП. То есть, получается, я и доползти наверх к дороге не успела, а они уже прибыли. Да их же не было почти полтора часа, негодует Тамара. Монголия и Россия по-прежнему ломают копию вокруг строительства каскада монгольских ГЭС на Селинге. Пока финансирование Всемирным банком и другими потенциальными инвесторами проекта Шуренской ГЭС заморожено. Однако монголы не отказываются от этой идеи. Российские ученые провели исследование, каким последствиям может привести строительство каскада гидросооружений. Об этом читайте в «Молодежь Бурятии». Независимо от условий водности будет происходить существенное снижение стока в летний период и повышение в зимний. При этом наибольшее влияние на изменение стока в России окажет ГЭС Шурен, которая по плану должна расположиться в 120 километрах от российско-монгольской границы и пропускать через свой створ две трети суммарного годового стока монгольской части бассейна Селинги. Это были лишь некоторые публикации республиканских еженедельников. Баир Цидыбов, Надежда Хлыстова, Алексей Щербаков. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова